МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это программа «Свободное время». Одна из несомненных и чистых радостей – это отдых после труда. А отдых – это не покой, а впечатление, которым мы постараемся напомнить вас в ближайшие 15 минут. Обо всем поподробнее узнаете в нашем сегодняшнем выпуске. Семья и профессия – эти две составляющих переплелись в единой целой в судьбе Людмилы Катушенко. Рок навсегда – Валерий Кипелов и его запоминающееся выступление на фестивале «Чернозем». Сценическое искусство – подобное искусству портретиста. Она должна обрисовывать характеры. Сегодня в рубрике «Мастерская» актриса Тамбовского драматического театра Людмила Катушенко. Театр стал ее жизнью. Она характерная актриса и способна придать яркие черты даже самым небольшим ролям. Накануне юбилея мы встретились с ней в домашней обстановке и поговорили с ней о ее творческом пути. Я вообще была заводная фантазерка. Играла в театр. Один раз выдергала красивый перец петуха, ну, чтобы сделать из себя даму и так далее. Дом пионеров. У меня прорезался голос. Как выяснилось потом, во взрослом состоянии, довольно хорошая колоратура. Ну и все как-то считали, что я пойду по этой стезе. Все думали, что я пойду в консерваторию. И уже направление было. И я готовила Татьяну Ларину. Но выяснилось, я уже тогда была замужем, что я беременна. Я выбрала, как, впрочем, всегда в жизни, детей. В училище уже я... Влюбилась в театр. Я отравилась театром. То я уже не мыслимила просто. И вышла замуж, что я за актера. То есть за студента театрального училища сначала. Вот как человека любишь, да кто его знает за что. Любишь и все. Точно так же и профессия. Мы поехали в Махачкалу. Там меня сначала брать не хотели никуда. И взяли просто статисткой в театре. Но выяснилось, что у меня есть и способности драматические. И пошло-поехало. Когда получал кто-то роль из нас, в основном это было, в основном, конечно, Витя. Потому что у меня были дети. То мы все, да. Мы только так. Вместе со всеми сидели, разговаривали. Дети тихо, папа учат трое. Ну да, как во всякой театральной семье. В актерской именно профессии. Пожалуй, работа, трудолюбие. То есть каждый день. Нельзя вот отставить, отдохнуть, заняться чем-то другим и так далее. Как вот у других людей. Она все время в тебе, эта роль. Она все время тебя мучает. Вот там за кем-то подсмотрел. О, вот это мне понадобится. Она не отпускает. И во сне снится. В этом вот сложность нашей профессии. Сначала, честно вам скажу, как-то мне Тамбов не понравился. Сначала. Вот. Но постепенно я в него влюбилась. Теперь он родной. Я по жизни человек очень скромный. А для актера это, в общем... И Витя, муж мой, он всегда говорил. Ну, ты же можешь. Опять стоишь, как он говорил. Можно я здесь постою? Раскрепостись. Ну, вот так. Преодолевала именно свою достенчивость, можно так сказать. Удалось преодолеть? Нет. Мы помогали друг другу. С мужем, с Витей. Теперь мне помогают дети. Вот. Эта полка была выше. И оттуда, с потолка, упал вот этот Есенин. И здесь стояла тумбочка. И на тумбочке вот эта фотография. И Есенин сбил эту фотографию. Это случилось буквально на следующей неделе после похорон. И, ну, я, конечно, слезы. Витенька, что ты хочешь мне сказать? Позвонила Таня. Она говорит, мама, ну, как мы в детстве гадали по книге. Я открываю, а там стих. Кто поет там, под сенью березы? Звуки будто знакомые мне. Это слезы опять. Это слезы. И тоска в родной стороне. Карьеры в настоящем понимании этого слова я не сделала. Я выбрала семью. Как про нас говорят актеры второго плана. Хотя мне это не очень нравится, как будто второго сорта. Но на самом деле мы тоже нужны. Я эпизодически характерная актриса. Танюшка хотела в медицинский поступать. Ну, не поступила. Там опять что-то готовилась. Но все равно она пришла в театр. Она теперь у нас помощник-режиссер. А уж Егора вы знаете. Из него получился хороший актер. Я не хочу быть вот такой старушкой, которая ворчит. Но я просто вижу, что театр мельчает. Мы раньше как-то и спектакли были настроены на... Мы думали о воспитании зрителя. Мы уважали режиссера. Трепет вот этот вот. Он ушел. Мы уважали сцену. Сейчас на сцене может все будет. Все что угодно. А тогда... Вот даже в цирке. Если цирковой актер сядет спиной, начнет просто болтать спиной, колени, он может получить кнутом. А у нас... Не уважаются. К сожалению, таких вот ролей... Ролей... для пожилых очень мало. Вот сейчас мне посчастливилось поработать с Катцем в трех сестрах. Там Агафья, нянька. Ну и все, пока не светит. Больше нет ролей. Хотя я могу. Вас это задевает? Вас это ранит? Ну еще бы, конечно. Японцы говорят, не считайте своего возраста и доживете до... А я еще из... Донских казаков. И моя прабабушка умерла в 105 лет не своей смертью. Копалась в огороде, и там немцы налетели, и... Так. И надеюсь, что я буду жить. КОНЕЦ В столь морозные вечера мы продолжаем вспоминать самые жаркие летние моменты. И сегодня это рок-фестиваль «Чернозем». Вспомним одного из самых запоминающихся участников самого душевного события года в рубрике «Крупным планом» Валерий Кипелов. Валерий Кипров Мне сложно сказать на самом деле насчет с какого момента. У нас понятно, что много общего. Даже песни иногда пересекаются. Мы исполняем, которые исполнялись когда-то в свое время. Я поэтому даже не могу сказать. Я знаю, что есть две замечательные группы. Группа Кипелов и группа Ари. А уж там ассоциируемся мы или нет. Я думаю, что это не самое главное. Для многих поклонников рока знакомство с жанром началось с Валерия Кипелова. С юных лет он сам любил хард-рок и футбол. Закончил музыкальную школу по классу баяна. Однако приобретенные в детстве навыки никогда на концертах не демонстрировал. Первым музыкальным коллективом стала группа «Крестьянские дети», которая выступала на свадьбах и других праздниках. После армии пел в ансамблях шестеро молодых и лейсе песни с Николаем Расторгуевым. С 1985 года перешел в группу Ари. В качестве автора музыки выступает нечасто. Обычно в альбомах Ари появлялись лишь одна-две песни его сочинения. В 1994 году в связи с непростой экономической ситуацией в стране музыканты Ари остались фактически без средств к существованию и подрабатывали кто кем может. Кипелов работал ночным сторожем на складе. В 2001 году после выпуска альбома «Химиры» и участия в фестивале «Нашествие» покидает группу, начинает сольную карьеру. Так появляется группа Кипелов. Она сразу отправляется в турне. Песня Кипелова из альбома «Смутное время» цитируется в книге Сергея Лукьяненко «Дневной дозор». Все время и все наши мысли связаны с нашей группой. Мы сами постоянно развиваемся. Кавер на какую песню? У меня, знаете, много таких песен было. В свое время я очень хотел спеть смолениновскую песню. Есть Евгения Смоленинова такая замечательная певица. «Колыбельная Россия» это случилось. А вот, что еще? Ну, даже трудно сказать. Я мечтал всегда спеть. У меня был такой любимый певец в детстве Робертин Лоретти, если кто-то помнит, да, итальянский. Ну, вот если я «Аве Марии», когда мне спою, вот это будет замечательно. Никакой легенды я себя не ощущаю. Я езжу в метро, встречаюсь с нами поклонниками и в метро, и нормально общаюсь. Здесь люди вполне адекватные. Да почему нет? Нормально. И в метро можно. И иногда пенсионеры подходят. Иногда батюшки подходят. Мы с ними тоже обеседуем на религиозные темы. Вот, поэтому я думаю, что рано говорить о легендах. Очень круто. Организация на высоте. Аппарат, все вообще. Нет, я тоже добавлю. Очень на хорошем уровне. Все очень профессионально, все здорово. Вот с саундчеком и с передвижением, все вовремя. Вообще отличный фестиваль. Нам есть с чем сравнивать. Фестиваль замечательный. И надеюсь, что нас еще обязательно сюда пригласят. Очень круто, реально. Спасибо огромное. Субтитры создавал DimaTorzok Время меняет человека, ситуацию мыслей и мечты. Одно оно не может изменить. Это прошедшие моменты. И наша программа подошла к концу. Встретимся с вами на следующей неделе в пятницу на канале Новый Век в свободное от работы время.